ДИАЛОГ Здравствуйте, Руслан Козбекович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о роли органов прокуратуры в вопросах укрепления и поддержания законности. Ну, как вы знаете, статьей 8 среди нашей Конституции закреплено, что прокуратура является органом, который осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов на всей территории нашей Республики. И, исходя из вот этих основных наших положений, правозащитная роль прокуратуры, она бесспорна. То есть, в первую очередь, конечно, конституционные права граждан. В моем случае, то есть, я являюсь начальником управления по линии надзора за особление прав лиц задержанных, заключенных под стражей и отбывающих уголовного наказания. Это конституционные права задержанных лиц, да, органам уголовного преследования, лица, которые уже отбывают наказание, лица, которые стоят на учете службы пробации, лица, которые условно-досредственно свободились и находятся на учете органов, которые делали, да. То есть, роль прокуратуры, она в первую очередь направлена на защиту интересов государства, в первую очередь, и, конечно же, людей. Вот это основная задача наша. А какими вопросами надзорной деятельности занимается непосредственно Ваше управление? Ну, как я уже предвозвращая Ваш вопрос, уже отметил, наша задача именно соблюдение конституционных прав лиц, которые содержатся в местах лишения свободы, которые отбывают иные виды наказания, не связанные с лишением свободы. Например, на учете службы пробации, да, состоят. У нас в связи с гуманизацией уголовного законодательства, в связи с проводимой политикой, у нас численность тюремного населения уменьшается в разы, да. Если мы на заре нашей независимости находились, входили в тройку, государств с тюремным, численность тюремного населения на 100 тысяч, да. В настоящее время мы занимаемся, если не ошибаюсь, уже 57-е место. То есть мы, амбициозную задачу, которую она поставила перед нами глава государства, генеральная прокуратура, то есть из 50 стран с наиболее высоким индексом оптированного населения мы вышли уже. В настоящее время эта работа проводится, и в нашей области в том числе. Если сравнивать предыдущие годы, вот 13, 14, 15 год, то есть количество людей на несколько сотен уже упало. А это в первую очередь что? Это деньги налогоплательщиков, да, на содержание каждого осужденного. В среднем, вы знаете, да, с учетом международных стандартов, очень много денег на питание, на коммунальные услуги, на их охрану, то есть на материально-коммунальное бытовое обеспечение, да. То есть все это, конечно, в первую очередь, оно позволяет экономить бюджетные средства, позволяет людям, которые содержатся там, понять, что они не потеряны для общества, то есть государство от них не отказалось, что в социальных связях не утрачены. Есть семья, есть родные и близкие. Он выйдет, у него, если все нормально будет, будет вести себя правильно, то после определенного срока, который он находится, допустим, на учете органов, которые не делал, да, как ранее судимое лицо, ранее удовосвободившееся, он будет иметь возможность жить полной, полноценной жизнью, как и до этого. То есть уже сделав просто определенные какие-то выводы, да, и уже набравшись опыта, вперед будет дерзать. А деятельность государственных органов сегодня строится в соответствии с задачами по реализации 100 шагов плана нации. А какие ориентиры определены для органов прокуратуры? Деятельность прокуратуры области именно по данному направлению, это, в первую очередь, конечно, 33-й шаг плана нации, именно риск социализации бывших заключенных. То есть не секрет, численность юридовного населения снижается, да, логически получается, больше людей вышло, повышается риск совершения ими рецидентных преступлений. То есть, если освободилось, допустим, тысяча человек, а тут освободилось две тысячи, соответственно, риск в два раза уже больше, да, и наша задача не допустить роста рецидентной преступности. Максимально в этом ключе нам помогают местные исполнительные органы, органы утренних дел, служба пробации. Если вы помните, в феврале текущего года ваш канал также освещал эти события, был проведен малый форум, это после Астаны, после нашей столицы, это был впервые среди регионов проведен данный форум, где участвовало более 500 человек, и были приличные не просто все заинтересованные государственные органы, также общественность и правительственные организации, депутатский корпус, такие организации, как Национальный привитивный механизм, Общественная наблюдательная комиссия, Духовеса. То есть, эта задача же, видите, не просто изменить общественное мнение, да, то есть человек выходит, как правило, выходя из местной лишней свободы, отбыв пусть даже небольшой срок, даже несколько месяцев, у него уже определенные вот эти социальные науки, они утрачиваются, науки общения, поведения, какой-то страх возникает, да, что я ранее судимый, это все крест на всю жизнь, я уже дальше не смогу жить, то есть мне заказан уже путь куда-либо, да, максимум-то я могу пойти, вот, там, грузчиком, я не знаю, ну, какие-то работы общественные выполнять, которые низкооплачиваемые, не это, мы стараемся вот этот стереотип изменить, то есть в этом году, в первом полугодии у нас было проведено несколько хороших таких мероприятий, в том числе мы выступали на одном из местных телеканалов, ток-шоу было, мы приглашали туда бывших осужденных, которые, и работодатели, которые дали им работу, они им поверили, то есть они, будучи в местах лишения свободы, они знали этих людей, то есть производства у нас в местах лишения свободы также организованы, и он тебя зарекомендовал там, он выходит, этот работатель, почему мне на воле ему не дать шанс, пожалуйста, я, допустим, его знаю, пусть он работает, все хорошо, и эти лица, вот, по-моему, в социальных сетях данное, вот, видео также размещали, они говорили там, и женская колония Зарина была, да, и с общего режима этот, вот, был наш, так, имя запамятовало, Сергей покажется, получается, ну, целиком и полностью они своим примером доказывают, что возможно устроиться, возможно, жизнь вне, жизнь на воле, она возможна, и положительный пример сазаться на лицо, то есть Зарина, она воспитывает двух, и сражение детей, мама ее дожилась, она вот при нашей поддержке прошла трехмесячные курсы, при обучении на повара, и сейчас работает в одном из кафе нашего города. Вопросы религиозного экстремизма и терроризма на сегодняшний день актуальны, как никогда. Последние события, которые произошли в Ницце, в Мюнхене, в Алма-Ате, что вы можете сказать по этому поводу, что происходит в нашем регионе? Ну, конечно, это вопрос, действительно, очень такой злободневный, да, все мы были свидетелями этих печальных событий, да, очень сильно сопереживаем, да, выражаем, ну, что касается нашего региона, да, да, и всех, в принципе, и справедливых учреждений Казахстана. Работа в данном направлении ведется. С 2013 года была утверждена программа, государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму Республики Казахстан на 2013-2017 годы. То есть уже несколько лет данный программный документ работает. Выделено более 100 миллиардов на реализацию данного проекта. Он затрагивает как информационно-пропагандистские мероприятия, так и точную работу уполномоченных органов. И определенный эффект мы имеем. Говоря непосредственно за наше исправленное учреждение, я могу с уверенностью сказать, что радикальных идей и риска заражения радикальным идеей в условиях отбывания наказания в наших учреждениях не имеется. То есть на постоянной основе идет работа уполномоченными органами, управления по делам религии, оперативными службами, органами национальной безопасности, органами прокуратуры. Приглашаются теологи, специалисты из различных регионов уровня республиканского, международного. И в ходе бесед, встречи с ними, при проведении определенных лекций, бесед, просмотре телепередач, специального видео, осужденные имеют возможность убедиться в разрушительности радикальных идей. То есть они понимают, если даже кто-то и был осужден за преступление, связанное с экстремизмом, терроризмом, это, как правило, люди, которые имели только первоначальные основы знания в религии, будь то ислам, будь то христианство, будь то иная религия. Соответственно, они находят ответы на те вопросы, которые ранее они просто не могли знать. А здесь уже в условиях изоляции, в условиях проводимой информационной работы с ними, информационной работой, они понимают, что заблуждались. И это раскаяние, оно искреннее. В 2013 году часть осужденных, три осужденных нашего колонии, общего режима в поселке Заречный, они снялись в этом фильме, который транслился по республиканским телеканалам «Про зрение души». И они искренне выражали опасения, раскаяние и заботу о подрастающем поколении и своих сограждан, которые могут стать также жертвами религиозных экстремистов. И этот фильм, он имел такой довольно-таки, можно сказать, мультикративный эффект имел. Многие после этого СМИ, многие граждане, они задумались. Этот фильм, он имеется как в специальных органах, у помощи ворота, так и имеется и в учреждениях образования. То есть действительно наглядно лица, которые были осуждены за такие преступления, они своим поведением, они искренне. А для человека, который глубоко ушел туда, радикала, сказать на камеру, что я осознал, я ошибался, для него это очень такой серьезный шаг, который связан с его переубеждением, кардинальным изменением его права сознания. Скажите, пожалуйста, а кем и какая работа проводится, чтобы не было проявлений радикального экстремизма? Смотрите, если касается непосредственно нашей категории религии, это именно осужденных, да, то есть многие выражают опасения. Да, допустим, печальное событие в Алмате, да, стрелок из Алматы, что согласно сведению полномочного органа, он приобщился к этим идеям именно непосредственно в местах решения свободы. Ну, что касается проводимой работы, было уже отмечено, что это полномочный государственный орган, да, управление по делам религии, центр анализа развития межконфессиональных отношений, представители и члены информационно-пропагандистских групп, как областных, так и республиканских, есть районный уровень, органы национальной безопасности, органы прокуратуры. То есть в каждом из выполненных органов есть специалисты, действительно профессионалы своего дела, которые владеют достаточным данным для того, чтобы проводить эту работу. И, как я уже сказал, встречи проводятся регулярно, на постоянном основе представителя официального духовенства, утвержден график, и те осужденные, у которых есть духовная потребность, высказаться, опять задать вопрос, почему, что я, где я ошибся, где я свернул не туда, у них есть эта возможность. Есть люди, которые могут дать им ответы на эти вопросы. И, соответственно, вся вот эта работа, она должна в 2017 году, как было определено своим индикатором данной государственной программы, сформировать, что у людей на воле, что у людей високотворительной свободной, именно сознание, непременящая идея радикально-ривозной, экстремизма и теоризма. И я полагаю, что в нашем регионе мы успешно справляемся с этой задачей. Вопросы материально-бытового обслуживания осужденных всегда актуальны. А что изменилось на сегодняшний день? Ну, как я уже отметил в самом начале нашей встречи, государству выделяется очень большое внимание, выделяются значительные финансовые средства для того, чтобы привести все наши нормативные акты, все условия содержания осужденных в соответствии с международными стандартами. И в настоящее время осужденные, они ничем не обделены. Необходимое питание, оно очень-очень хорошее питание, действительно очень калорийное, разнообразное. Вот, к примеру, если в 2012-2011 году были жалобы, даже делал анализ по жалобам осужденных, которые поступают в упалочные органы, там было, что мне что-то не дают. Мне по, допустим, с моим заболеваниям, или что мне необходимы такие-таки витамины, или такое-такое-то питание. В настоящее время, я вот с начала года, я не помню ни одной такой жалобы, чтобы осужден жаловался именно на питание. Что касается материального вещевого удовольствия, то есть то, что государство обязано дать, оно дает. Куртку, штаны, ботинки, зимние, летние вещи, плотно до нижнего белья. То есть осужденные максимально обеспеченные. Отдельные какие-то нарушения, если выявляются в данном направлении нами, то это в первую очередь связано, что вот все наши исполнительные учреждения, они строились давным-давно, да, то есть в порядке начиная с 40-х, 50-х годов. И поэтому те новые стандарты, которые в настоящее время есть, эти знания уже типовые, их то есть очень тяжело изменить. Но все, что возможно, мы приводим в соответствие. Где-то меняем полы, где-то какие-то новые оборудования устанавливаем, там санузлы, все прочее. То есть максимальная работа в данном направлении ведется, и она ведется ежедневно. Поэтому выявляем, устраняем, на ошибках учимся, так скажем. Куманизация уголовного законодательства сказалась на численности тюремного населения в стране. А какая ситуация в нашей области? Ну, за последние 4-5 лет у нас на несколько сотен человек снизилась численность тюремного населения. И это благодаря, как проводимой государственной политике по снижению тюремного численности населения посредством применения гуманных актов, это замена необычного наказания, более мягкого наказания. То есть в прошлом году очень многие средства массовой информации, да и сами суждениями, были удивлялись, что возможно выйти на свободу, уплатив штраф. То есть, но законодательство позволяет. То есть если раньше заменяли только на ограничение свободы, в настоящее время есть возможность оплатить, установить законодательством, размер штрафа и выйти. Ну, опять же, для этого необходимо вести себя хорошо, не иметь никаких там злостных взысканий и все прочее. То есть полностью государство дает возможность выйти. И кроме того, лица в настоящее время карательная практика, также только за тяжкие, особо тяжкие люди уходят в места лишения свободы. Стараются максимально применять наказание не связанное с лишением свободы. И поэтому количество людей, которые стоят на учете службы пробации, оно возрастает в разы. Ну, а также их права необходимо соблюдать, защищать. Вот в рамках 33-го шага плана нации в этом году, в первом полугодии, после нашего вмешательства 23 лицам была выплачена сумма более 400 тысяч негей. Это социальные пособия, которые им положены по закону. То есть отдельные, скажем, благородственные лица, не владея действующим законодательством, возможно, они давали неверное расследование, то есть отказывали в выплате определенных пособий, хотя они были положены. После вмешательства все эти лица получили. И в настоящее время лица, которые находятся на учете службы пробации, лица, которые освобождаются в местах лишения свободы, они имеют право на единовременное пособие. Это закреплено правилами оказания социальной помощи. При предоставлении необходимого пакета документов, а также в соответствии с определенным условием, то есть там доход ниже должного прожилища минимума, он имеет право на получение вот этой единовременной пособия. Такое пособие можно получить в любом районе и областном центре. Трудозанятость осужденных на сегодняшний день – это актуальный вопрос, да? А насколько это утверждение применимо к нашим колониям? Трудозанятость осужденных, оно является еще очередным проектом, вторым проектом Генеральной прокуратуры, который уже реализуется второй год. Мы в настоящее время максимально активизируем эту работу. В наших колониях работает порядка 15 индивидуальных предпринимателей, а также два юридических кольца. Какие виды работы? То есть начиная с сувенирной продукции, мебельное производство, производство бурщадки даже, да, который в центре нашего города, это тоже, опять же, изместо решения свободы наши осужденные делают. Этот вопрос, конечно, очень серьезный, и он на контроле у наших руководителей. Соответственно, осознавая важность воспитательного процесса, а также значимость именно трудового перевоспитания осужденных, то есть мы должны дать осужденным трудиться, и при этом трудиться не бесплатно, а именно оплачать. То есть они должны гасить ущерб, да, иски, там, подчас они миллионные иски. Где-то счет идет даже на миллиарды, то есть у мошенников. Поэтому в период обывания Казани мы стараемся максимально создать такие условия, чтобы осужденный мог перевоспитываться, при этом принося максимальную пользу государству и обществу. В этом ключе мы, кстати, взаимодействуем очень активно с неправильственными организациями. Вот буквально в начале этого месяца у нами был подготовлен совместно с областным русским драматическим театром имени Николая Погодина «Тематики спектакля для осужденных», где в течение часа актеры воссоздавали сцену из жизни, да. Человек оступился, попал в место дальнейшей свободы, переписка с матерью, с любимой девушкой. И эта постановка, она действительно осужденных тронула до глубины души и положение эффекта имела. То есть на примере присутствовало более ста осужденных, и наблюдая за ними со стороны, было видно, что они осознают, они понимают, они понимают, что они больше места лишения свободы не хотят, что, возможно, это последняя самая ошибка, которую они завершили в своей жизни. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия, по вашему мнению, в этом году наиболее запомнились и показательно характеризуют уголовно-исполнительную систему? Ну, за это полугодие, я думаю, нам запомнился именно посылку этого тематического спектакля. В первую очередь, конечно. Сейчас в августе премьера этого спектакля, показа спектакля, будет продолжена в других учреждениях, Жаман-Сопка, Володаровка, женская колония. Кроме того, у нас на постоянной основе проводятся дебатные турниры. В этом году проведено несколько дебатных турниров, в том числе женская колония, где осужденные сами выбирают тему, и потом очень активно спорят, дебатируют, получают за это призы, какой-то опыт. Это им, безусловно, пригодится после того, как они освободятся. То есть это навыки общения в первую очередь. Приглашаем для этого известных дебатеров нашей области, которые судят, дают какие-то советы. У нас в планах организовать дружескую встречу между дебатерами нашей области и из числа осужденных. Кроме того, в мае этого года прошло такое хорошее мероприятие, как благоверительная балда в северном Кавастане. И наши осужденные также не остались в стороне. То есть при нашей поддержке, при поддержке департамента уголовно-оспонентной системы и ассамблей на руках Астана, наши осужденные из вот 28 лотов, если не ошибаюсь, половину лотов, около 14-15, стояли лоты именно осужденных. Это картины, написанные своими руками. Сувенирные изделия произведенные. И вот это мероприятие, прошедшее мая этого года, оно как раз благоверительный балл началось. И в среднего года начали реализовывать всю эту продукцию, первые лоты были реализованы именно осужденных. То есть присутствие на этом мероприятии, я слышал удивленные отклики от людей, что они поражались, насколько талантливо осужденные. То есть и самая дешевая, скажем так, дешевый сувенир, он шел за 5 тысяч тенге. А самая дорогая картина, это около 70 тысяч тенге. А в купе, собранные все с другими, скажем, эти деньги, средства в размере около 2 миллионов тенге, они же, как вы знаете, пошли на лечение тяжелобольных детей. И я полагаю, что вот эти осужденные, которые приняли участие в данной акции, им было решено, они прямо писали, что я прошу вас на имя администрации учреждения, чтобы моя продукция была выставлена на этом акционе в последующем передаче денежных средств. И то есть, мне кажется, вот это хорошее мероприятие, это мера социальной ответственности, которую осужденные понимают, осознают, она, думаю, является показательным. То есть для них не все потеряно. Они такие же граждане нашего общества, как и мы с вами. И изменение вот этой социальной парадигмы, изменение общественных стереотипов в отношении их необходимо. И все эти преступники, очень много хороших людей, которые оказались там в силу сечения обстоятельств. Спасибо вам, Руслан Казбекович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего доброго и до свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии был Руслан Казбекович Мамбетов, начальник управления по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание прокуратуры области. Руслан Казбекович Мамбетович 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 Мам